МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире специальный выпуск программы «Время новостей». Меня зовут Евгений Стоков. Здравствуйте. Глава КОМИ Владимир Уйба записал обращение к жителям региона. Смотрите его прямо сейчас. Бурлун Дон Йоркес. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня расскажу об очень хорошей новости. В нашу республику прибывает поиск победы. Это замечательное творение, которое создали сразу большой коллектив режиссеров, художников, оформителей. Поиск составлен из 12 вагонов. Поиск победы запустила компания РЖД. И в республику, как я уже сказал, поиск будет в 10 городах. Ну вот, действительно, почему это очень интересный проект? Потому что, ну, во-первых, трехмерное изображение, звук, театральная постановка, эффекты, которые позволяют, находясь внутри вагона, погрузиться в то или иное сражение. Каждый вагон – это определенная именно эпоха, история Великой Отечественной войны. И для, особенно для наших детей, для подрастающего поколения, это еще одна возможность увидеть войну изнутри. В нескольких городах, я уже сказал, будет этот поиск победы. Прибудет он 9 августа. И первым городом станет город Цыктывкар. А уже на следующий день поиск победы поедет в Микунь. И далее Усогорск, Емва, Ухта, Сосногорск, Печора, Инта, Усинск и Воркута. Я, конечно же, считаю, что все, кто хотел бы увидеть и еще раз окунуться в тот очень сложный, и очень тяжелый для страны период в Великую Отечественную войну. Ну и, конечно, если взрослые будут вместе с детьми, то они... Мы должны еще раз рассказывать при посещении этого поиска победы наших детям, внукам, о том, какой ценой завоевана эта Великая Победа. Рассказать еще раз о наших ветеранах, о наших родных и близких, кто сложил голову за эту победу, кто эту победу принес 9 мая 1945 года, и о тех подвигах наших предков, наших от дедов, прадедов. Думаю, что, конечно, это очень серьезный проект. Еще раз хочу поблагодарить РЖД за такую возможность, что называется, воочию ощутить и увидеть те сложные дни, которые были в период Великой Отечественной войны. Ну а всем, кто придет в этот поиск победы, конечно же, еще раз вспомнить наших ветеранов и поклониться их подвигу. По эпид-обстановке за сутки выявлено 18 случаев. Вы помните, что вчера было 15, то есть мы так понемножку подросли за эти сутки, но будем наблюдать, пока не критично, хотя я уже говорил вчера, что по России идет рост заболевания ковидом. Мы пока, вот я говорю, видим это буквально в нескольких случаях отклонения в плюс или в минус. По коечному фонду у нас без изменений, ну и тенденция все-таки снижения коек, занятых именно тяжелыми, тяжелозаболевшими. Впервые за, я не знаю, за двухлетний период у нас на сегодняшний день ни одного человека нет на искусственной вентиляции легких именно больных ковидом. Ну, в общем, это, конечно, очень радует. То есть у нас сегодня такой переломный день, когда нет пациентов таких крайне тяжелых. Но, повторяю, что нам нужно, в общем, понимать, что это может быть период временного затишья, и к осени может быть все-таки нарастать заболеваемость, что, в общем, показывает по стране в целом. Поэтому еще раз напоминаю о необходимости вакцинироваться. У нас для этого все есть. Уважаемые республики, на сегодняшний день это вся информация. Всего вам самого доброго. Берегите друг друга. До следующей встречи.